Для возможности нашего сотрудничества, я думаю, что сегодняшний контакт и сегодняшняя встреча даст импульс более тесному сотрудничеству, которая скажется на наших проектах, и КАС-контент, и Белорусская энциклопедия. Второе, что много есть совместных, может быть, совместных проектов, касающихся и истории. Я имею в виду, в первую очередь, взаимоотношения Белоруссии и Казахстана в годы суверенности, двухсторонние отношения. Что касается исторических вопросов, это Великая Отечественная война, то, что я показывал в книге, передал Игорь Владимирович. Мы очень много работаем в этом плане. Казахстанцев погибло в годы войны. Я уже говорил Арману, что у нас реку Днепр называют река Героев. В 1944 году, когда шло форсирование этой реки, сотни казахстанцев погибло. Многие стали в том числе героями Советского Союза, Белоруссии. Очень трепетно, по-русски, память ушановывается, как на русском. Увековечивается. Да, увековечивается память казахстанцев погибших. Кстати, многие из них были защитниками Брестской крепости. И когда в годы Первой войны вот это случилось, стали защитниками. Но многие казахстанцы ушли в партизанские отряды, которые действовали в годы Великой Отечественной войны, в территории Белоруссии. Много памятников у нас, посвященных казахстанцам. Кстати, до сих пор находятся могилы неизвестных солдат, уроженцев Казахстана. Насколько я знаю, он уже не работает в посудстве Казахстана. Булат Каткаев, он, по-моему, вернулся в МИД и будет работать в отделе управления СНГ, насколько я знаю. Он во время пребывания в Белоруссии нашел могилу деда, своего дедушку. Впервые не знали, где он погиб, где он захоронен. Это было в Витебской области. Поэтому есть о чем говорить, есть о чем писать, есть что передавать другу.